приветствуем вас на канале москвичи без границ как вы меня все просили я сегодня в парк вам покажу что творится с этим пляжем сколько людей какая здесь обстановка что делается береговой линии где закрытые участки а где все-таки можно еще искупаться все это будет в этом ролике измерим температуру воды конечно же и все вам покажу так что подписывайтесь не переключайтесь и погнали ну что как меня многие просили мы в парковом на чем наш путь самого начала получается вот там вот мы спускаемся заезд как крымский бриск парковая спуск идет до конца в самый низ едите и спускаетесь сюда вниз в сторону моря вот там я вижу уже ведется какая-то стройка ее здесь не было здесь раньше стояли эллинги плюс вот это вот был навес здесь кафешка стояла сейчас как вы видите ничего нет здесь стоял консоль такая свечка большая была построена я снесли все сейчас ничего здесь нету делаются какие-то ремонтные работы какая-то стройка что из этого дальше в дальнейшем будет будет ли тут а проход пока что не известно надписи никаких нету ну а это уже идет основная такая дорога куда можно припарковаться на автомобиле приехать на отдых парковая отдыхать здесь крыму с потрясающим видом вот так вот на горы перед вами сейчас открываются на мыс где форос находится море вот здесь немного мутновато потому что немного сегодня штормит сегодня 5 июня 2024 год с правой стороны у нас есть парк в котором в принципе можно погулять там режим работы я дальше вам покажу со скольких без скольких он открыт и можно походить но я там не был там по факту тоже сейчас ничего не сделано ничего не делается вот здесь вот пляж закрыт видите так как купаться здесь нельзя здесь даже спуска нету туда вперед все это наверное после шторма причем вот это вот сделано видно перила а вот впереди все держится только на ленточках то есть камни подпертые ленточки после шторма который был двадцать третьем году что он века вы его знаете многие видели видео в интернете в youtube и много кто снимал из крымских блогеров конечно вот я только снимал потом некоторые моменты тогда уже после разрушения но вот так вот это выглядит видите как все повырывало с корнем пока что до сюда работы не дошли видите вот этой ленты замотана чтобы хоть как-то держалась вот здесь можно уже припарковать автомобиль встать и идти с удовольствием на пляж то есть получается пляже сейчас вот раз зона 2345 зон примерно где можно отдохнуть остальное вот а вот закрыта и впереди дальше мы увидим что там творится там идет стройка идет реконструкция все обязательно вам покажем вот если это конечно правда реконструкция написано то что идет рак в реконструкция после шторма 2023 года то что должно сейчас все сделаться и все реконструкцию сделают проносит свои извинения это вот также подписано то что городская мэрия ялта но это я немного забежал вперед вот видите люди отдыхают на пляже море здесь хорошая пляж тоже хороший здесь чем удобно потому что можно припарковать автомобиль вот здесь есть небольшое кафе цены есть небольшие там плов цены нету шашлык 180 рублей за 100 грамм пиво начинается от 150 до 250 рублей ну вот со своим зонтиком как бы пока что сейчас на данный момент можно приехать и отдохнуть как вы видите это будний день и людей довольно таки много на пляже сейчас ходит вон люди купаются попозже мы с вами измерим температуру воды конечно же все вам покажем ну и все конечно же нежиться на море на пляже кто-то жарит шашлыки вот здесь внизу можно пожарить даже там вот впереди тоже стоят котелок казанчик то есть жарят вот здесь какая-то ведется стройка какой-то корпус такой не силой строится шикарный и вот так вот выглядит здесь вся береговая линия то есть получается даже как я вам сказал пять участок нет 1 2 3 3 участка где можно искупаться именно с пляжем именно где есть галька для можно остановиться со своим полотенцем зонтом расположиться и загорат вот здесь вот есть такое шикарное место такие ступени широкие на них тоже можно расположить со своим полотенцем, но их будут подмывать вот внизу, но они довольно-таки скользкие, вот, но можно здесь вот понырять с маской, как раз-таки очень интересно, либо просто посидеть, полюбоваться на горы, на море, что очень здорово. Вот там вот впереди уже ленточка натянута, там уже проезд запрещен. Дальше покажу, что там делается. Ну, а здесь дальше уже строительная техника. Вот этот поворот, это уже как вот пересечение идет к Кострополю, и вот он вот этот поворот. Вот здесь вроде бы как после шторма было разрушение, но я его не застал, я не видел, было ли оно на самом деле. Вот сейчас здесь ведутся ремонтно-восстановительные работы, реконструкция, то есть завезли он гальку, часть гальки убрали, и вот так вот роют, копают, что-то укрепляют, что-то делают. Вот там вот тоже даже траншея есть такая. То есть вот так вот это сейчас все выглядит на данный момент. То есть получается вот эти вот раз, два, три, четыре, три отсека пляжей тоже сейчас не работают. Потому что вот так вот торчит арматура, слой асфальта снят, прям вот как будто я по стройке хожу. Здесь типа аварийный, опасный участок, проезда нет, прохода нет. Вот, но мы же пробираемся в любое место, правильно? И показываем вам все, как есть на самом деле. То есть могут развернуть, сказать то, что прохода нет. Но, извините, мы живем в Кастрополе, мне надо пройти, я не буду подниматься сейчас на трассу, чтобы делать такой крюк и идти домой. Вот как это все выглядит сейчас. Просто тут груды, металлолома лежат. Вот так вот выглядит. Что-то стекает еще вон туда, какая-то речка вниз. Течет. Вот такая картина. Парка вон. То есть на одном отрезке. Здесь тоже, кстати, был навес такой шикарный. Здесь можно было припарковаться, были палатки, где можно было купить прохладительные напитки. Но сейчас, видите, этого нету. Ничего нету. Все в таком вот состоянии. Будем, конечно, надеяться с вами, друзья, что это реально реконструкция. Что здесь делают классную набережную, будет зона отдыха суперская. Но вот мне интересно узнать ваше мнение, что вы по этому поводу думаете. Будет ли здесь реконструкция или ее сделают, эту реконструкцию. И со стороны Крымского Бриза и со стороны Кастрополя просто закроют этот участок забором и он уйдет кому-то другому во владение. Очень интересно. Напишите, на самом деле, в комментарии. Буду очень ждать. Вы знаете, на все комментарии я отвечаю. Так что пишите, пишите. И поставьте палец вверх этому ролику. Ну, а мы сейчас с вами пройдемся дальше. Уже на сторону Кастрополя. Там я уже окунусь. Измерим температуру воды. Вот, потому что так как здесь особо купаться негде было. Вот здесь такой навес тоже после шторма его немного повело в дырку. Ну, он старый. Вот. Так что вот такая обстановка с Парковым происходит сейчас на данный момент. Пройдя немного от Паркового, буквально за поворот, мы можем вот сюда подойти в сторону Кастрополя, как идет дорога. Пляжу Блинчик. Кто не знает, посмотрите на нашем канале. Видео полное про Кастрополь. Есть. Она свежая, недавно выпущенная. Вот. Посмотрите. На машине здесь вы уже не проедете. Здесь раньше была дорога более-менее. Даже я здесь проезжал. Но сейчас дорога все хуже и хуже в более плачевном состоянии. И сверху с трассы вы уже не спуститесь. Вам придется проезжать только через Кастрополь. И этого поворота от вилки вот туда на правую сторону уже больше нет. Но вот до сюда можно дойти. В принципе, и здесь расположиться дикарем. Половить рыбку, посмотреть морское дно, морскую фауну Черного моря на Крымском полуострове. Все это, конечно, пока что ограничений нет. То есть проход есть, везде пройти можно. Проезд затруднен, потому что вот сами видите вот такая дорога в таком состоянии. Дальше там ямы прям вообще еще хуже. Так, есть всякие заливные такие камни, заливные старые волнорезы, остатки от него. Вот такие камни, где можно тоже расположиться, наверху залезть и загорать. Как бы. Кто любит такой отдых? Но в камнях, зато я говорю, очень много интересного под водой. Главное дело, под водой там очень интересно поплавать, на самом деле. Ну и вид, конечно, открывается отсюда безупречно. На Фаровский кант это прям что-то с чем-то. Это картинка, я не знаю, прям вот как на открытке. Такая красота неописуемая. Реально. Были ли здесь, в этом месте? Тоже пишите в комментариях. Буду очень рад. И вот, чтобы вы понимали, то, что на пузотерке здесь вы не пройдете, потому что вот какая глубина ямы. Просто нереальная. Так что даже не пытайтесь не рискуйте. Особенно если после дождя, то вы здесь вообще ничего не увидите и будет плохо. Вы застрянете, сядете на пузо и не проедете вот здесь сюда. Так что доезжайте до Кострополя или сразу оттуда сверху спускайтесь на Парковое. Ну, а это мы с вами уже перешли в Кострополь. Самый главный пляж у нас в той стороне находятся, все кафешки и все будет там открыто. Сейчас уже идет подготовительная работа, еще больше уже многое что сделано, но еще пока что ничего не открывается. Открывалось только одна палатка на выходных, но сейчас пока что все закрыто. Но будем надеяться, что еще неделька, наверное, все ждут, когда закончатся эти экзамены все, вот, и начнут потихоньку стягиваться на отдых в Крым. Здесь у нас тоже есть хорошая парковка вот такая, пока что, на данный момент, где можно припарковаться около Нептун центра. Летом в сезон здесь просто не будет места, на самом деле, особенно выходной день, потому что сюда приезжают и с Ялты, и с Севастополя отдыхать, загорать, наслаждаться морем, потому что море здесь чистое, прекрасное, и, что удобно, есть подъезд на машине. Ну а мы с вами сейчас спустимся и измерим температуру морской воды в Кастрополе. Как обычно, градусник у меня с собой, мы сейчас его подвязываем, опускаем на дно и ждем примерно 5 минут, после этого узнаем температуру морской воды на 5 июнь дня. В Москве тоже сейчас ливни поливают. Допустим, поливают. Так, ну что, достаем градусник и смотрим температуру воды. Показывает нам 22 градуса. Температура моря на 5 июня 2024 года в Кастрополе, южный берег Крыма, он же береговое. Как вы можете заметить, небольшие изменения у нас тоже здесь натянули навес голубенький уже сделали. До этого просто поставили каркас, покрасили, сейчас уже есть навесик. Кто-то приехал со своими сапбордами отдыхать. Ну и на наших пляжах тоже людей уже становится больше. Люди прибавляются, люди отдыхают, люди загорают. То есть вот в правой части, вот это основной пляж, как я говорил, удобный с детьми. И левая сторона тоже уже есть с людьми. так что прибавка людей идет полным ходом уже. Так, ну а здесь уже скоро будет открытие, скоро уже здесь будут и гидроциклы, и катамараны на нашем пляже в Кастрополе. Как только это все выставят, я обязательно вам все сразу же покажу. Ну а сейчас, друзья, извините, очень жарко, я искупаюсь. Ну а вы посмотрите пока что какая замечательная картинка открывается с пирсом в Кастрополе. На горы, на деревья, на море. Просто превосходно. Ну, надеюсь, вам ролик как обычно понравился, так что не забывайте поставить этому ролику палец вверх, пишите комментарии, что думаете насчет паркового, как вам Кастрополь. Кто еще не смотрел видео про Кастрополь, обязательно посмотрите. И до новых встреч. Пока.